Сейчас подумаешь немножко, как это? Мне сказала, что там помягчится песня. Но я читаю его. Не знаю. Лазурит написано. Да. Серьёзно, что ли? Мы всё с ним. Тогда вы за ребёнка отвечаете. Это верстакум. А он сказал, что здесь им тоже. Это ему нет. Этот человек похож на верстакума. Никаких не надо. Хотя вот, если вы его уговорите, я с удовольствием зачитываю. Нет, просто обещали им, не надо. Ах, они обещали. Ну так да. Так. Сказали поменьше. Хорошо, да. Я почему в Кремль не хожу и на фестивали? Это не даёт ничего сказать. За 2 месяца, представляете, сколько меня накопилось? Своими пообщаться. В деревне с ними общаться. С кем-то? С личными ребятишками. Они друзья детства. Их можно слушать. Лучше бы когда-нибудь пьяных. Какие фантастические. Ну не важно. Без комментариев тогда. Операции 82-го года. Лазурит. Шахронов он нужен. Перевал. Для лазуритовой шахты. Да. Ну я тогда рассказывал уже, что с этим лазуритом делали. Там все. Некуда было девать. Там его подъезд сегодня нет. А то он предложил. Один был. Выложите одно из новостроек московского метро лазуритов. Прям в ЦК написал записку. Николай, я запись нашла. Ладно. Значит вы отвечаете. Да. Бабушка Ивана. За ребят. Ря. Много гор. И высоких перевалов. Среди них Караманжон. Лазурита там навалом. А еще босмачи. Нам их надо выбивать. Босмачи авганов вашу мать. А еще босмачи. Нам их надо выбивать. Босмачи авганов вашу мать. Там душманский отряд. Под командой у Гулдода. А у них говорят. ДЖК и минометы. Только нам, парванист. Нам на это наплевать. ДЖК авганов вашу мать. Только нам, парванист. Нам на это наплевать. ДЖК авганов вашу мать. Вот ракета пошла. Начинается работа. Лезет прямо с борта. Под огонь их пулеметов. Вот теперь поглядим. Кто умеет воевать. Перевал твою авгановать. Вот теперь поглядим. Кто умеет воевать. Перевал твою авгановать. Нас рассвет застает. Запаленных и уставших. Водка нас не берет. Так что молча пьем за павших. Но зато. Лазурита Пакистану не видать. Пакистан твою авгановать. Но за ком да то. Лазурита Пакистану не видать. Пакистан твою авгановать. И вернувшись домой. Чтоб не все было забыто. Мы захватим с собой. На кусочку лазурита. Чтобы вспомнив как было. Со смешкой мог сказать. Лазурит твою авгановать. Чтобы вспомнив как было. Со смешкой мог сказать. И вернувшись на лазурит. И шагом. Браво. 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 Так. Да. Это опять Горстаков. Это не мух. Это начало самое. И словно дали маху. Это и стали краткие курсы, которые мне не стали. Вот так вот это он слышал его. Но это нет, я же не могу друг своего учителя там представлять. Он здесь нет его. Это человек похож на него. А я до конца так и не знаю. Там же. Ну. Так. Зато вот я знаю другое. Вот это старая песня наша. Ну это наш ответ. Хотя там в другие времена и написано было. Как говорят. Как я на этом рассказ когда ее слышал. Что девочка восемнадцатилетний. Ну. Рейган был там. В этот момент. Президент США. А это наш ответ всем президентам. И желтым. И синим. И черным. Какие там были. И гомосексуалистам. И бабникам. И саксофонистам. И тропатурам. Называется на броне транспантере. Что снится нашим ворогам. Нам друг без всякой разницы. Как за сандалием порохом. Так дым пойдет из задницы. И. Эй-эй, на бронетранспантере, Эй-эй, на бронетранспантере. Элементаторная фигня, Все их попал знамение, Лунно, что люди, что броня, Крепки до обладенья. Эй-эй, на бронетранспантере, Эй-эй, на бронетранспантере. На ихнюю истерику Пойдем железным строем, Колумб открыл Америку, А мы ее закроем. Эй-эй, на бронетранспантере, Эй-эй, на бронетранспантере. В память глядеть уверенно, И мы с тобою, брат, Крепку видали Рейка, на бронетранспантере, Эй-эй, на бронетранспантере. Аплодисменты. 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 Ребят, как ковер, достанет хорошо. Аплодисменты. Вот так, все. Так, вот это вот, да. К сожалению, было. Вот были мои товарищи много такой ручки красиво, многих, у нас было 150 где-то, побольше, но их осталось не знаю, 110 было 5 лет назад, сейчас не знаю, но цирроз печени, профессиональные болезни, и мотор сдаёт, кто-то на стрелках, кто-то в иностранном регионе, кто-то где-то, кто-то сейчас и кто-то есть в Донбассе, их не надо, они сами, вольные как ветер, что я служитель, сами знаем за кого на воевательском, без приказа, но это песенка о пяти каскадерах, каскадерами называли нас, потому что секретные названия, на самом деле каскад 1, 2, 3, 4, название оперативно-читистской операции есть в Афганистане, а группы назывались оперативно-боевые группы, общая команда каскад, каскадеры знали, ну, значит, и меня, ну, ладно, кто-то время не знали, я в Кабуле на Кандаган полетел, вытаскивали, меня наше-то выкинули в два раза, ну, да хватит, или, так, или, так, или, с афганцев потом полетели, наших не вытащили, советников убили, потом, несмотря на грозный приказ Громова, и беги трупа так, ну, неважно, а это она же, кто спился, кто чего-то, с каждым годом бою друзей все меньше, все меньше, поэтому живите, пожалуйста, дорогие, и не забудьте, что со смертью каждого хорошего друга умираешь ты сам, потому что умирает история твоей жизни какая-то, друзья, поэтому живите долго, никого не бойтесь, ни с кем не воюйте, защищайте друг друга, но единственное, ради кого стоит вообще откапывать дедовские обрезы, пулеметы, у кого что есть, на черный день. Пять каскадеров лезли ввысь по гручим на полире, но сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под гюльханою, и власть народную спасли, но их осталось трое. Три каскадеры шли в песках, при лихе два и два, один ловушку прозевал, и их осталось два. И в кишлака услышал их, решили, поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и их уже один. Один вернулся, и ему молиться в их судьбе, но стал не нужен никому, и главное, себе. За рюмкой коротая дни, он шег себя до тла, и снова встретились они. Такие вот дела. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Подождите, вот смотрите, вот замечательно. Женщина или собака? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давайте женщину самому, а вы же там живы. Нет, я не вон просто говорю. Нет, просто, да, нет. Вот вопрос только у меня такой, ты прочитаешь? Я понимаю, что к делу, просто я не задолжен. Женщина или собака? Пятнадцать человек. Кого хочет пятнадцать человек? Женщина или собака? Ну не важно, давай. Ладно, хорошо, я про женщин сейчас пою. Это не моя песня, а про собак. И пятнадцать человек, давайте сначала строго. Пятнадцать человек. Значит, вот я уже говорил про наш родной, эгентар, 160-й эпох. Те в горы, ну а вокруг горы куда они? Лазили без конца в горы. Воевали честно, потери большие, несмотря на то. Мало об этом писали, считали, что там рай под Аршаном. Забытым богом земля, не рай. Страшный как от колонны и потери большие. Пятнадцать человек написано тогда, первая часть написки. Именно в Афганистане. В конце первого года пребывания. Не написано, правда, но не важно. Пятнадцать человек, нас много или мало. Узнаем погодя, когда начнется боль. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда ж еще короче. Нам топать предстоит, почти что в Пакистан. И выйдя на рубеж, к исходу этой ночи, С налетом захватить с оружием каравана. Поклялся комполка, что будут нам награды. И тем, кто не дошел, и тем, кто уцелел. А замполец сказал, вы справитесь, ребята, Но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы. Полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за дальним перевалом, Полсотни посмочель, торопятся на смерть. А они заплатят нам за взорванные школы, За слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, А мы им по утру сыграем отходняк. 15 человек, нас много и не мало, Узнаем пока я, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, Пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь, звезду над головой. Я так иностранной газете, наша родина за рубеже заявил, что по мне это лучше быть солдатом простым великой империи, чем маршалу Буркинову Фасо и за границей всем эмигрантам третьего поколения очень понравилось. Остальные мои размышления никого не интересовали. Ну в общем, продолжение. Закончилась война, да здравствует гражданка, героем всех времен, кого-то назовут. А ты, солдат, опять крути свою баранку и жди, когда опять на бойню позовут. А те, кто за тебя крутили и редили, кто за твоей спиной растрачивал страну, заявят мы тебя, там тебя напрасно не добили, так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам. И снова, как тогда, попробуем успеть. А бывшиком полка получит генерала, а красный замполит успеет побелеть. Пятнадцать человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Ну ладно, так это, я не знаю, кто-то написал эту песню, но спою. Про пятнадцать человек спел, теперь в «Женщине сады». Так, «Женщине сады». Поздравляйте, я еще к 8 марта, думаю, в 21 я спою. Ну, что делать? Ну, ситуация, я должен рассказать, есть такое место, Кандага. А там, Лошкаревка там, у нас, Кандага, где стояли сантики, 56-я бригада, много и Черная площадь в самом Кандага, где провожали, спотреляя в спину, когда мы уже уходили оттуда. Ну, много чего-то было, страшное место. Ну, какие там женщины, собак, до хрена. А у меня навели было три собаки, две мои, одну боевую. А там, какие приблудились, и афганцы, и били эти собак там, ненавидятые, свиней ненавидятые собак. Человек с собаками перемешали, свиньи-то понятны, мусульмане, ничего себе, а собаки. И собаки туда, ну, десанты, кормили, поели. Ну, вот. А женщин было там, раз в неделю проезжал целое отделение женское, одно лет под шестьдесят, второе лет под сорок, своим тормом ходили. И тогда все привезли в порядок, какие-никакие женщины. Все лучше, чем на собаке, 9-10-ми днями. Начинали трусы гладить, ну, почему, ну, жарко же там, там все ходили. Делали себе, типа, в тропической форме, там все вот это вот, все чистить, пролить в порядок. Так, хотели покупать по десять конфеток или печенья, чтобы десять раз подойти в одну очередь, посмотреть хоть на людей. Что это такое? Что такое с небом полтора? Мы быстро улетали, чуть-чуть оставался, надумал, кто опять собак. Вот размышления бойца, который стоит, да, может, он и видит, да, не только не допредет, потому что он на посту. И вот смотрит на окружающий мир. А может, и правда, я пропадаю, мне женщину надо, я это знаю. Чтобы любила, чтобы страдала, со мной говорила, со мною играла. Станет теплее, забыться поможет, но ноги согреть, и животное может. Меньше расходов душу я продяга. Зачем же мне женщину лучше собаку? Собака, вернее, собака не бросит, она не подкупна, и денег не просит. На зов подзовется, отзовется, и стон твой услышит. Врагов не подпустит, и рану не залишит. А может, мне женщину просто для смеха? Ведь глупой собакой какая ж утеха, поесть не подаст, и постелит, не постелит. Беду или радость с тобой разделит. Но в то же время женщины проще в трамвай пропускают. Намородник не нужен, гулять разрешает, и многое может своими руками. И пахнет не псиной, а зной и духами, а в ними заплачет, прижмет, захохочет. Ресницы медленные, нос пощекочет. Все одно, что я наболтал вам, друзья, это враги. Ну, конечно же, женщины лучше собаку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Интересно, совсем другими. Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна Там совсем другие эпохи и другие имена Там горянки величавые, пугливые, как стражи Но глаза глядят луками, через сетку прожили То Азисы, то горы, то пустыня Редестан В Чансаброне транспортеры, скопулов, чакчатран Там одна сплошная суша, не бывает жарчей суш Но с вершины гиндукуши видят только гиндукуши Там народ неторопливый, почитающий Коран Где написано красиво, а про дел, как мусульман Там землей латают крыши, там стреляют по ночам Там предложат вам гашиш предприимчивым бочам Там поклонники Хаяма, знатоки еще в России Но только стих ислама, спорить Божию упаси Вам, раз вас разбудит на рассвете, попьющий с неба глаз Кто, мол, вас зовет к мечети делать устремий намаз Там экзотики навалов экзотичны не найти Там стреляют из гвала вдоль колонного пути Так что расскажешь о Востоке, непривычной стране Там совсем другие буги и другие фигуры Они очень длинные танки А Чучелов, Паранзеты, умножь ты? А-а-а Могу Человек похож на Рознакова, просит... Ну это первые пшетли, я не знаю В апреле ты прибыл А, и уже к октябрю появились первые пшетли Как мог, так и запечатлел Ну, по-моему... Эх, куда же ты попал, каскадер Что ни шарку, то дулан, то забор За заборами ханун и дух-тар Кто не понимает мужчин и женщин А над трубами солярный югар За заборами ханун и дух-тар А над крышами солярный югар И шарки орут с утра до темна Им с мечети подвывает муа И слоняются весь день рафики От базары до кокчей реки И слоняются весь день рафики От базары до кокчей реки А это что за чучело в паранже? Двух валов гоняет вдоль помежет Эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис А у дуганщиков посмачен здесь не ведая тревог и забот В чьих они чьи гоняет народ Обсуждают целый день что почем А душманы вроде им не почем А душманы вроде им не почем А душманы вроде им не почем А у дуганщика посмачийский вид Ободрать тебя любой норови Ах, дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, Потому как революция. Автоматы зажавели давно, Про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас. А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас. Но слава Богу, БТР, на ходу один из трех, Там Майдона как-нибудь доведут. Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои, Не дадут загнуться мне. И всем нам оттаски, литр, три сайта, 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 и вот этого шива. Будет сейчас загнуться. Забавно. Вот как заработать с ним все. Они же стоят в высшую глазку и раздувают этот черный ящик. И когда надо, у нас нехватка. Самый горючий. То он в аэропорту не проводил. Говорят, седьмой, давай заводись. Они поднимаются на километр, И начинают нарезать на двигатром круги. Потом борттехник говорит, «Командир, обледнение колпака!» «Включите противообледенительную жидкость!» «Есть!» А это все записывается. Потом по часам смотрят все. Все, обледнение устроено. Отключите противообледенительное устройство! А в чем виде? Сколько минус, сколько килограмм. А в килограмм, вот, милость. И на бортте такую фляжку. Вот и все. И мы все гуляем. Вот это вот. Очень ценная вещь. До тоски не помнешь. Хороший, между прочим, спирт. А зимой, когда на морозах, это же очень просто. Семеров для колечки были. Берешь лом. И графон говорит. Лом берешь, берешь лом. Ставишь по-другому лом. Один конец в ведро, другой конец там. Ильешь по нему в воду. Она, на морозе, фракция глицериновая. Она пусть не густая. Не так опасно пить. Почки дольше прослужат. Глицерин-то долго не уводится, конечно. Поэтому не пейте ликер. Особенно в Лапоне. У меня два друга было. Здесь уже в России. За три часа. Финский. Очень вкусный глицерин. Глицерин. Вот так что вертолички наши спасали. А мы потом спасали их, когда научились дать самоголь. Так. На бронетенспортере я спел. Я вижу, подожди. Сейчас вот это. Вот я писал, когда мне пытались включить весь день. Так можно в такой истёпе. Она не посвящена. Ни голубей никакой. Это моё видение переписки. Остафьева с Эндельманом, историком которой. Который там. Есть моменты, которые мне сейчас говорят, что Куликово поле было здесь. Потому что не обнаружил он еще на поле у Куликова. А это переписка, этот по Москве. Рукописная она здесь. Эндельманом выродовал, как и все немцы. Всю историю России. Ломонос, кстати, за это дело, тем же самым у нас и ломонос. Реально надо сюда не сейчас вводить. Так. Ну подожди, ну это же я обещал. Я только время убираю, потому что если я сейчас пою, он как не будет. Так, веселая песня. Суть там такая, что чем бы там ни было, улыбайся, радуйся. Не волнуйся, будь счастливым, лезь в горы, там как получится. Ну и лезли. Значит, по те времена, первые, в прошлом году войны, ни альпийских егерей, ни ничего, нигде. Вооружение такое, что лучше предоставить самому, чем во всем передние горы какие-то. Но, тем не менее, внувать не надо, а то совсем погибешь. Поэтому называется песня. Да вы знаете, как она называется. Никогда что это уже. Если вам однажды перед рейдом горы не досталась каска и бронежилет, Вспомните, что где-то бродит вовсе голый, С вами, в общем, незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали, полетели лихо камни догонять, Помните, что раньше вы так не летали, И как видно больше вам так не летать. И тут улыбка вам еще не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в дугане в супермарке такой там нагло обманули, И разница никакой, только в размерах. Если гнев невольно, сердце к вам проник, Но вспомните, что в вашем автомате пули Их на все дуганы хватит. Вспомните о них. И тут улыбка, милитаристская песня. Без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, Если жить осталось только полчаса, Помолитесь Богу, соберите силы, Ну и как в детстве начинаете верить в чудеса. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. Так, ну самый тяжелый, Как вспомнить, так плакать хочется, ну неважно. Нет, я не про то, о чем пою вообще. Если вам замены нету из союза, Если не пускают свидеться с женой, Вспомните, ребята, Робинзона Крузо, Как двенадцать лет прожил он с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, Вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Но у Робинзона хоть пятница появилась. А тут двенадцать человек в сорок десятом полку, И начальник штаба рябкаешь, Вечно пьяный ходит и все в стадо храняет. Даже поговорить не дает. Какие? Никак. Че, совсем же с ним? Ну там не поймешь, Парам же местные приходят. Там одна Хагуба бегала, Так она. Пистолетом с Течкиным ей подарили, Рубашки мужского активиста, Саранду учиться отправили потом. А как же вы спасатель? Говорю, ну как? Говорю, мадам. Чего вы пили? Ну как часто? Говорю, каждый день приходилось. Она сначала думала, что я один такой, Когда они мне это прошли. У нас следствие пришло из КПС. Портком был ПГУ, И к нам пришли следователи, Говорю, что вы там дошли, По приказу готовы бить любого. Ну хорошо, что секретарь Портком ПГУ был, Муравьев Евгений Александрович. Это мой бывший начальник отдела, Струбент Порывов. Говорю, что действительно такая зверя? Говорю, да нет. Просто такие, Вопросы видите, товарищ? Говорю, товарищ полковник. Дурацкий вопрос, дурацкий ответ. Зачем нас создавать? Но женщинами было, Она поезжала. Говорю, точно. Обшалю. Страшная болезнь, там свирепцала. Я петь не буду, У женщин и девушки. Знаете какая? Ужасная. Самая страшная на сегодня. С ума же может сойти? Да. Да, сейчас. За дальнюю речкой. Ну ладно, давайте сейчас ее сантитутой, Занимаем. Песня. Да? Ну она тоже любит. Ладно. Ну я специально так вот, начало повеселечиваю, Спел уже, потом она. За дальнюю речкой, За дальнюю речкой, За дальнюю речкой, Где пыль до жары. За хребтом гендукуша, За каменной сушью, Послушай, послушай, Как плачут ветра. За хребтом гендукуша, Над каменной сушью, Над каменной сушью, Послушай, послушай, Как плачут ветра. Боенные годы, Севенцовые годы, Бои до походы, До пули, До кровь. Это было, Все было, Амелиски, Могилы. Предай женау силы, Земная любовь. Это было, всё было, А в листке могилы Придай же нам силы земная любовь. Война за плечами, Но часто ночами Кономат на полчане Приходят во снах Загорелые лица, Синева на петлицах И пыль на ресницах, И соль на губах. Загорелые лица, Синева на петлицах И пыль на ресницах, И соль на губах. Память как рано, открытая рано, Афганистана забыть не дает. За хребтом гендукуша над каменной сушью Послушай, послушай, как ветер поет. За хребтом гендукуша над каменной сушью Послушай, послушай, как ветер поет. Так, сейчас я такой, а то меня убьет, нашьет. Я наставить потом сейчас, так пою, переверну отсюда, да? Вот эти песен, а потом вернемся к вашим трудам. Так, это было, ой, это нет, тут есть вся, значит, наша на шестнадцать парней. Ну, это уже прошли. Афганистан, афганистан, первый. Вся история 19 декабря на шестнадцать парней тут написали. Саша Морошенко. Там все есть, поэтому научная работа из этого происходит. Как брали какого, как брали, как брали, как брали, как брали, как брали, как брали, как брали. Это лучше заявки посмотри, то, что вы написали. Я и говорю. А что ты сейчас смотришь? Это не вы написали. Не знаю, не положить. Ну, лучше не надо. Посмотри, что публика написал. Да. Да. Да, песни посмотри. А это там мои как раз и есть, мне их написали. Ну, вот спой свои песни, которые я пью, он пей. Так где же такого? Ты их просто не слышал. Я же говорил, что я хочу сейчас, вот в этом заходе, спеть все песни, которые написал с вашей помощью. Да и спой классику Морозовку. Да надоело бы сломал классику. Морозовка не надоело. Все волны надоели. И Сирии, и Ирак, и Киевеев, и Ливии. Сошли они все в здании, что я не хочу. Стой классику Морозову, ну что ты. Хам, ты волнуешься. Давайте сейчас дай это просто, я тут как испел, какие-то нет. Я просто ищу теперь, на которой я успел. Да. Туда я, туда. 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 Свою зашел одну. Туда. 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 Я ее долго писал, целый год не могу жить, теперь вот здесь. Ее пил отрывками где-то здесь, а теперь это конца полностью. Время, доктор. Время лечит в раны. Но открою тайну вам, друзья. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря. 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 По Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря. И видел я потом другие страны, Уплывал на дальние моря. Но по Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. Пусть пароль поляк был иран, Но время было прожито, Да не зря. И по Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря. Но война не прекращается, Первая мировая. Сто лет еще не закончила. Где-то позади, где-то лета, она начала в 2014 году, В 2014 году не закончила, где-то впереди еще неудачи и страшные поражения. Афганистану, Брусиловский, Самсонский, и сто тысяч военнопленных в лагерях Австрии. Война продолжается, на фронтах сражаемся со всем миром, опять-таки. Антанта нас плевать хотела, как в ту войну, и в этом никто нам ни в чем помогал. Россия была самым мощным противником Германии. Чем закончился, вы знаете. Как пришел кегемон, и все пошло к чертовой матери. К раздаче слонов мы не успели, потому что Германию разделили на части стран Антанты. Россия в это время, Ленин отдал, в конце этих всех немцев победа, да? Отдал Западную Украину, Беларусь, Прибалтику и Бессарабию. Чего нам потом вернули? По молоду Риббентропу. Чего мы сейчас назад не берут, Ангелы Меркин? Не хочешь почему-то отдать бы все это назад. Там и все, 75 лет по Польску, спасибо, не скипогло вам, немчики, забирайте обратно. Всех венгеров, западных, всех западянских, всех бандеровцев. Вам сами вырастили, заберите. Не хотят. Дай в нас, понимаешь, они все в нас. Но война идет, война журовая. Многие беды Россия понесла именно потому, что, как писал Пикуль, а ведь сначала офицер, офицерское сословие было, военное сословие в России. Даже гвардии только набиралось. С детства. Вот он родился, Пушкин, Лермонтов, что говорит. Родился, дворянка семьи, тоже записан куда-то. Это после 15-го года, когда начинцы пошли. У меня есть, я уже кому-то не слышал, есть 14-15-го года, учебник по выпускному знамену школы прапорщиков. Набирали всех. Но почему? А вот Пикуль испочитает, там честь имею, там донесения с фронтов. Русская армия несет большие потери в офицерском составе. Пишет вражеский, враг пишет в большом офицерском составе. Потому что эти русские офицеры, папироски в зубах там, ведут впереди полков рот и батальонов, набирая наши щелкнутые пачки. Вот потом появились разночинцы, когда прапорщики стали командовать этим. А первые были. Ну вот, несколько песен, посвященные той войной, которая еще не закончилась. А ведь, помните, начинали-то мы с этого же, историю, песенную историю. Здесь перепели и рассказывали еще. Именно с новогоднего бала, в 14-м году, с 13 на 14, когда еще ничего никто не знал, чувствовал воздух чуть летает, а кончилось это большой войной. И вот это первый, ну и опять возвращаясь назад, к началу этого офицерского собрания губернатора Москвы, вальс-присвечет. Вальс-присвечет, вальс-присвечет. Вальс-присвечет, вальс-присвечет. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах, графины. Я вашим пленем красотой, бываю такие моменты. Ах, полный полковник, оставьте другому свои комплименты. Вальс-присвечет, вальс-присвечет. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах. Ого, а корнет-то каков молодец! Такая красивая пара, семнадцать ему, совершенный юнец, охватка кусара. Вальс-присвечет, вальс-присвечет. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах. И старый полковник, и юный корне, сравнялись сегодня. И разницы нет, поскольку его лет, в бау, на эль-палетах. Вальс-присвечет, вальс-присвечет. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах. Музыка и ночь согрета, пусть завтра война, пусть завтра в поход. Сегодня об этом ни слова, как знать наперед, где пуля найдет того и другое. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах. Музыка и ночь согрета, мягкие блики на женских плечах, на эль-палетах. Война продолжается. Неудача на западном фронте, отходы окружения для наших песней с того времени, той же самой войны. по сути она была вторая мировая если учесть, что в 812 год похода Наполеона и вся Европа под ним была бы, ни полмера пока до России не добрался это тоже было, мы опять воевали со всеми миром я говорю, сосед мы с вами спорили, нет, вот французы с нами не воевали ну как, офицер, груз, старший, ты что не знаешь когда в Берлин уже был взят уже перговоры, целый батальон два ФНС это были именно французы на внешних, ягдтиграх там пытались освободить, куда-то прорваться Баффен СС Франц с нами воевал, тоже была республика Сало это Деголи сидел там на островах а здесь маки что-то бегали а воевали с Россией все и поляники, которые хорошие видео снимают и все такое прочее теперь они, видишь, натравлюют на нас сами боятся уже не лезут, жалко тухачевский, не дошел до Варшавы сейчас бы тишина была и спокойно он там, чего-то, шел, белполяк как-то, сейчас молчал ладно, не о том где там воевал этот человек, который пишет письмо? женщина, с которой он, как лейтенант Шмидт он встречался несколько раз, в общем-то, на баллах присутствия, объясниться не смог, ушел на войну, он просто иллюбит я пишу к вам имели право а войне ни конца и ни края и всевышнему душу звездочка есть ах, какая тяжелая плата с нас берется великой войной и пылает пожар герострада год 14-й роковой ах, какая тяжелая плата с нас берется великой войной и пылает пожар герострада год 14-й роковой это начало исхода это уже 18-19-й год если внимательно почитать историю и вообще задача с откуда мы и родом как часть того, что случилось с Россией после 17-го года мы вдруг обнаружим к великому собственному удивлению Даша что потеряли-то мы больше, чем прибыли то есть ничего мы там не приобрели большинство народов но вот это исход это еще нет ни ледового похода только он был, вернее, вот тот год но это еще нет перемышль не взяли и перекоп не взяли еще не уходят из Новороссийской кораблей в Турцию в Грецию в Болгарию и не уводят от них остатки белой войны погода сегодня встала на привал остатки остатки кавалерийского значит, да народ и скандрона и размышления поражение неминуемое нельзя воевать бесконечно собственным народом чем вы же прекрасно понимали белые офицеры вот и такие размышления погода сегодня не к черту для злых и усталых седлых и все и до сезонином в филях и парк где влюбленные пары скрывались в тенях тополей где часто с вино Как смелые мы были в речах, как ловко сидели мундиры на узких мальчишьих плечах. А нынче мы дьяволы, боги, не дрогнет сражение рука, клинок загоняя по стоке, ворущее тело врага. Простите мое многословие, не ведали мы наперед, что будет еще при Азове и страшный ледовый поход. Не все одолеют дорогу, не всем улыбнется судьба, не все упокоятся за Богом на Сен-Женевье дыло. А нынче погода не к черту, холодный туман от реки, лишь теплая гонская морда касается мокрой щели. И лишь теплая гонская морда касается теплой мокрой щели. Аплодисменты Спасибо. 24-го года войны, он действительно был. Вот с самой-самой новой днюю ночь, с 82-го на 83-й, тогда были живы мои новые друзья и все. Все были счастливы и пьяные вертолетчики. Вадим Бурага по-братиму был. Жив, жив, жив. Вместе с ним погиб, сгорел. Виталий Балабанов, командир эскадрильев. Живы, вот он тоже жив еще. Ребята живы, находятся. Спасибо огромное, если поклонули администратор. Они их находят, они сами находят, и мы связываемся там. Ну вот это... 24-го года. Новогодние тоже песни, тоже подоступающие годы. Довелось так, елку там было замечательно. Я это расскажу, пока дети не слушают. Значит, это была да елка. Привезли ее в Союзы, конечно. Значит, мишура была... Ну, чтобы не разложились, до тюльпана, до прилета, до гробовщика. Трупы заматывали фольгу в такую, значит, в полку. Помните, окна были в модулях заделаны, серебристые. Такая вот заматывали. Из этой нарезали всякие... Вот типа вот эти вот. На елку. На вершине елки была, значит, отшлифованная гильза. В ЗУ-2 там вот эту... Приделали они... А, они перевернули. Они там снаряд поставили туда, получился как шпиль. Не звезда. Ну, висели там... И было полно в тюканах. Изделия резиновая номер четыре. А они как игрушки, там картинки разные там... Отчистили... А? Да. Ну, там... Там-то нет, там безразмеров. Хочешь с музыкой, хочешь со свиной мордой, чего угодно. Ты на это. Их на таможни взымали. А почему-то. Это узбеки. Наверное, им очень нравится. А я задал этот вопрос. Меня не трогали. Я же в катану ходил. Зачем вам? У вас детей по десять человек на хрена. Ну, еще эти штуки-то вы не забираете там. Они, сволочи, у меня и фотографии отобрали, там появились. Но пограничник застал их вернуть. Это я вот сказал. Интересно. Зачем таких изделий узбекам-то вообще? Сульман. Красивый дно. Ну, вот не важно, значит. И вот, елка-то много чего еще висела, самодельное. Главное, две-три игрушки кто-то из Союза привез. Вот такая елка была стояла в авиационной эскадрии Бадахшатской. Веселялись от души. Даже женщина была одна, звали Людмила. Она задержалась. И прилетела многомогодними подарками от военторга. И так и осталась на дно. На два дня. А Дим был жив. А я писал, я думаю, на боевых листках начал писать. Когда окончил патруль. Значит, так было. Ну, все-все было. Все здорово. Пластинки были еще. Высоцко-французские записи там. Который запрещал им что-то в Союз. Там у нас Марина Владимировна. Почему? Игроб «Чендисхам». Там и было полно. Бери в Духанеха. Вот под это все развились. Пели. Пили этот самый, о чем я уже рассказывал. Сложный технологический продукт. Спирт очищенный. Закуска там звучит тоже. Те же ставили в томатном соусе еще. Много чего. Вот так. Звучит случайный вальс. Над модулем притихшим. И под его мотив. Уходит старый год. Звучит случайный вальс. Над модулем притихшим. И под его мотив. Уходит старый год. Что было в том году. Дороги. Да дороги. Да дороги. Да сгрежет на зубах. Горячего песка. Да новые друзья. Да старые тревоги. И мины под ногой. И пули рыска. И новые друзья. И старые тревоги. И мины под ногой. И пули рыска. Гвоздя гитару снял. Усталый вертолетчик. Настроил в унисон. За гордыми души. И добрый старый вальс. Среди афганской ночи. И мысли и сердца. И звезды закрошил. И добрый старый вальс. Среди афганской ночи. И мысли и сердца. И звезды закрошил. Плывет, качаясь вальс. Над левыми горами. Не ведая войны. Не ведая границ. Мы грезим наяву. Плывет, качаясь вальс. 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 И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука После тревог спит городок Я услышал мелодию о лесах И сюда заглянул на часок Пусть я с вами совсем знаком И далеко отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите ж хоть слово Как сам не знаю о чем Он не слышен невесом Кружится снег над крышей Затянут в облака Афганский небосвод Завучил человек вальс Над модулем предишек И под его мотив Приходит многое Живо и здорово И вроде без потери Но то что мы имеем сейчас Оплачено Бровью, жизнью, здоровью многих-многих-многих Хоть что-то но мы имеем Могли бы и нас давно Могли бы уже сломать Если бы 56 тысячи Которые полегли Гора пустыни Афганистана Афганистана Это были наши люди Неваши как национальцы Были советские воины Советские чехи Советские рабочие Советские солдаты Советские солдаты Все были советские И мы сражались Кто понимал, не понимал Но человек чуял сердце Что большинство за что сражается И я сражаюсь За это мы за Родину За то, что она великая была и могучая И не знали, что мы пройдет Рухлевка Как демократы Ей-богу, я мирный человек Но, блин, он точно поставил бы Особое совещание, посоврал бы И хватило бы на всех Три минуты приговора, три минуты исполнения Сталинский принц Ей-богу, иногда вот Ну понимаете, что хочется с нами поговорить, сказать Я же не к некому говорить Там вот в деревне алкоголики, слушайте Да, я бы тоже, что бы ты бы тоже Если я за свою жизнь, я много живу в деревне Мне, поверьте, до сих пор легче договориться Об общественных делах Легче гораздо общаться с бандитами С откровенными бандитами Чем-то к чиновникам, депутатам и прочим Шушерой, который сидит и грабит мою землю Моих предков Не они это заработали, сочные дети Не они Они пришли и все А я не могу Нельзя, народ не поднимет Что я, я не Пугачев и Степан Разин Которая своей же предлина, знаете Стареок, Тигр, время, давай спорим Я принимаю ту же другую стены Витя, Мирстоков, давай посидишь, помолчишь Выпей, успокойся Дай мне поговорить с тобой Если тебя не вижу, говорить с тобой некогда Ну да я тоже, говоришь два месяца не видел друзей своих Как я буду петь? Я сейчас пою одну песню до утра, она длинная. Разговор в комнате, даже не в комнате, в комнате, в комнате, в изображении. То, что не поместится в этот концерт, можно следующий принести по заявкам, честно. Киплинг, а что вы имеете в виду? Это вот Киплинг песня. Мы идем по Африке. Пыль, наверное. День и ночь. А вот эту? Это значит Киплинга, но перевод-то наш. Я давно ее знаю. В день и ночь мы идем по Африке? Или это... Подражание Киплинга, опять тобой дорога желания сошли. А, эту, ладно. День и ночь, день и ночь. Мы идем по Африке. И день и ночь, день и ночь. Все по той же Африке. И только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату, друг. День и ночь, день и ночь. Без привалов и воды. День и ночь, день и ночь. Отовсюду жди беды. Только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату. Друг мой, меня домой, можешь ты уже не ждать. Я здесь успел забыть, как зовут родную мать. Только смерть, смерть из-за каждого угла. Мы в нее верим теперь, как в горы. Счет, счет полем вражеским веди. Кто может знать, что там ждет нас впереди. Только пыль, пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату, друг. Я был в воды, я провел там много дней. Верь мне, там нет ни жарой, ни чертей. Там одна лишь пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату, друг. День и ночь, день и ночь. Мы идем по Африке. День и ночь, день и ночь. Я по той же Африке не только пыль. Пыль от шагающих сапог. Отдыха нет на войне солдату, друг. Она была так давно. Я ее пел. И мне кажется, когда я пою, что я не стал ничего переделать. Так все понятно. Он воевал в Индокитае, воевал в Уфганистане, воевал в Африке. Простым солдатом. И поэтому меняй на Афганистан, на те же самые пески, на том же пустыне. Получишь то же самое. А слова и смысл один тоже. Правильно же? И этот тоже. Это про подражание к Гиплингу или в годный перевод к Гиплингу. Он тоже старая песня. Записал ее в Уфганистане, потом много раз вышел ее. ПЕСНЯ 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 Два года, как нет живых, мы походим по школе, умер, полковник умер, Петя не ищет, как учил нас, полковник не ищет, как советовал бы стариков, дядя Федя Быстряков умер. Все преподаватели у кого-то, почти на полках уже, все, которые были первыми, но не важно, вспомните и все. Наверняка у кого-то есть родственники, если вы сюда пришли, значит, не 80% населения, которому наплевать на все, что где-нибудь происходило, Девчонка говорит о том, что погибает, значит, чего-то где-то когда-то война зацепила вас, значит, память у нас общая, вспомните, я сейчас пою по-моему, что-то. Я поднимаю тост до друга старого, Которого вместе шел через войну, Земля дымилась, плавилась пожарами, А мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за други верного, Суровый собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, Когда бы рядом не было его. Последние патроны сигаретами Мы порвано делили пополам. Одною плащ-палаткою согретые Мы спали, и Россия снялась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, Куда бы забросилась судьба. Я помню, как однажды Друга лучшего Свела со мной афганская тарабан. На старой фотографии любительской, Еще после атаки не остыв, Старинные два десантника из Витебска Устала, улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту палитрошкую, Свеча горит и тает стиарин. В день последний верили с Алёшею, Тот день пришёл, и я праздную один. За окном, ночная тьма колышется, Гляжу на фотографию, курю. И мне охрипший голос Друга слышится, Живи, а я прикруй, как в бою. Рассвет встаёт над городом пожарищем, По улицам трамвай без меня. Я пью вино за старого товарища, А был бы жив он, выпил бы за меня. Рассвет встаёт над городом пожарищем, По улицам трамвая без меня. Я пью вино за старого товарища, А был бы жив он, выпил бы за меня. А был бы жив он, выпил бы за меня. Вот, дорогие друзья, Следующая наша встреча, там запланированная, на 21 февраля, на 3 часа. Тоже суббота, там же как-то. Я там желаю встретить Новый год, Всё-таки весело, По возможности. Чтоб стол был, было чем закусить, Чего выпить, и что было, на что, чтоб всё это купить, на новогодний стол, и что одеть. И забыть, там, на минуту, что доллар стоит, 90 рублей будет стоить. Неважно. У нас, у нас народ привычный, так что, что мы с вами, женщины и так знают. Оливье, картошечки, селёдочки, а больше ничего не надо. Чего ещё, да, веселье, чего ещё надо-то? Винегрет, селёдки под шубой, килик прибалтийский полной, селёдки, тухлая красная рыба из Канады.